Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Мария Журавлёва. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В Казани открылся Центр непрерывного повышения мастерства педагогических работников. В Казанском университете обсудили, каким должно быть студенческое медиа. В Казани состоялась торжественная церемония открытия Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КФУ. Как это было, подробнее в материале нашего корреспондента. Торжественно перерезали ленточку нового Центра повышения профессионального мастерства педагогических работников Казанского университета заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан Марат Ахметов, директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Мелёхин, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. После этого состоялась презентация Центра. Гостей провели по аудиториям, оборудованным для качественного учебно-образовательного процесса. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что для того, чтобы образовательные кадры успешно реализовывались в стране, нужно создать устойчивый плацдарм для обучения и переподготовки. То, что сегодня вкладывается и в Республики, и в Федеральный центр в образование, и это не просто слова, это на самом деле вложение через первичную подготовку учительских кадров. Поскольку, если мы хотим, чтобы у нашей страны было хорошее будущее, если мы хотим, чтобы наша страна была конкурентной в мире, то мы должны начать с формирования интеллектуального потенциала, который остается у нас в стране. И самореализуется тоже у нас в стране. Помимо этого, для гостей Центра был презентован Дом научной коллаборации Елабургского института Казанского университета. После окончания торжественной части всех участников мероприятия познакомились с инфраструктурой Центра. Для всех присутствующих были продемонстрированы кабинеты математической, естественно, научной и финансовой грамотности проектных технологий, а также другие учебные аудитории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Мы хотим, чтобы этот центр обеспечил непрерывную методическую поддержку всех учителей Республики Центра. Это не значит, что они все нуждаются, но каждый из них нуждается в адресной помощи. И мы уверены, что профессионалы, которые здесь собрались, при участии Министерства образования Республики, при участии Казанского федерального университета, обеспечат адресную помощь для того, чтобы повышалось качество образования. Это наша общая задача. Напомним, что Казанский университет уже второй год входит в топ-100 в мировом рейтинге The Time High Education – направление образования. В этом году ВУЗ улучшил свою позицию с 94-го на 90-ю позицию. По словам Ильшата Гафурова, таких показателей удалось достичь благодаря критике, которая шла в сторону Федерального университета во время его формирования. Это одна из самых основных востребованных тем, и поэтому мы его включили в число приоритетных направлений, на которые сфокусировали все наши ресурсы. Но при выборе было достаточно бурное обсуждение на площадке ученого совета в конечном итоге. И потом это направление, оно присутствует во всех наших стратегических программах. Начинает программа развития Федерального университета, и вот завершается в этом году программа 5 ТОП-100. И везде этот проект, он проходит по всем программам как приоритет. Сразу после посещения Центра подготовки Андрей Мелехин направился в Институт психологии и образования Казанского университета. В институте ему презентовали новые образовательные решения для современной подготовки педагогических кадров, кабинета с современным оборудованием, а также аудитории, созданные специально для проведения пар в дистанционном формате. К слову, дистанционный формат обучения, на который Казанский университет перешел в марте этого года, показал достаточно хороший результат. Относительно плавный переход был возможен благодаря тому, что в университете есть все необходимые ресурсы для его подключения. Андрей Мелехин высоко оценил проделанную работу представителей института и вуза в целом, для успешного функционирования современного подхода подготовки педагогических кадров. Пандемия коронавируса лишь подтвердила тот факт, что вуз способен в кратчайшие сроки запустить онлайн-формат. Однако, не стоит забывать, что с 1 сентября 2020 года Казанский университет успешно совмещает в учебном процессе как очное, живое общение преподавателей со студентами, так и онлайн-занятия при помощи Microsoft Teams. Лев Диденко, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. В концертном зале Уникса состоялась конференция работников и обучающихся Казанского университета. О том, какие вопросы были на повестке дня и какие итоги были подведены, смотрите в нашем следующем сюжете. Заключение коллективного договора на 2020-2023 годы, принятие положений об оплате труда и правил внутреннего распорядка Казанского университета. Таковы основные вопросы, которые обсудили на конференции. С подготовленными проектами документов можно ознакомиться на официальном сайте Казанского университета. Для подписания договора от лица трудового коллектива ВУЗа были избраны директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Челкунов и директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова. Также в рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения работников университета ведомственными наградами в сфере образования и науки. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс. Ежегодно молодежная организация Лига студентов Республики Татарстан проводит республиканскую премию «Студент года». За 15 лет существования премия стала одним из самых ожидаемых событий в жизни студенчества Татарстана. В этом году студенты будут отмечены в 18 номинациях, две из которых были представлены в Казанском университете. Смотрим. Медийщик года и студенческая медиа года. В таких номинациях прошла самопрезентация участников на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. У нас выступили с одной стороны 9 медийщиков и 8 организаций, которые занимаются медиа непосредственно в вузах, в студенческих организациях, в правкомах и так далее. В роли эксперта выступили заместитель директора филиала ГТРК Татарстан Дмитрий Фторов, радио- и телеведущий Влад Портнов и другие. Основным пожеланием для молодых активистов стало не бояться в своей работе затрагивать острые темы. Если мы освещаем проблемы, какие-то острые вопросы, то делается это конструктивно в первую очередь. То есть сделать так, чтобы это была объективная информация, а не чье-то субъективное мнение. И журналистика в целом для того и существует, чтобы давать объективную картину. И вот как раз-таки сегодня про это говорили наши эксперты и дали такую обратную связь нашим участникам. Самопрезентация – не единственное испытание в рамках конкурса. Впереди еще два этапа, по результатам которых будут определены победители в номинациях. Ежегодно, 25 января, в день российского студенчества, в КРК «Пирамида» будут подведены итоги премии при участии и приглашении органов власти, самых знаменитых лиц республики, не только республики, звезд российского и республиканского масштаба и так далее. В императорском зале Казанского университета состоялся юбилейный концерт камерного хора «Гармония» Международной ассоциации выпускников Казанского университета. Эти люди, они же не профессионалы, это любители, так как ты занимаешься любимым делом, его тоже хочется показать кому-то. А потом это нужно нашему зрителю, потому что у нас очень большой круг уже любителей и хоровой музыки, и нашего хора, друзья наши. В Доме научной коллаборации имени Камиля Валиева стартовал новый проект под названием «Айти-каникулы». Первыми участниками стали школьники полингвального комплекса «Адымнар». О том, какие задания предстояло выполнить ребятам, смотрите далее. Ребятам предстояло пройти новогодний квест сразу на нескольких площадках, собрать робота из деталей лего-конструктора, освоить 3D-моделирование и нарисовать символ наступающего года. Было очень весело и интересно. Мы сделали на компьютере 3D-БК и нам дали вот такой сертификат. Ну и какой же Новый год без хоровода, праздничной викторины и зажигательной дискотеки? В такой программе примут участие и другие школы города. И, конечно же, мы будем очень ждать встречи со школьниками во время январских каникул. В начале января дети смогут принять участие в программе не только со своими одноклассниками, а также с родителями в рамках семейного квеста. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok